Здравствуйте, дорогие друзья! Мы вновь рады, что вы подключились к нам для продолжения исследования Слова Божьего. Мы дальше продолжаем исследовать Трехангельскую Весть. И сегодня особым образом мы остановимся на фразе и разберем ее. Фраза из Трехангельской Вести, которая говорит, что «Убойтесь Бога и воздайте Ему славу». Мы постараемся с вами в действительности понять, что это означает «бояться Бога» и как мы в своей жизни через наши тела, наши действия можем воздать славу Ему. Отец милосердный, Господь любящий и праведный, мы вновь с благодарностью обращаемся к Тебе и славами увеличаем Твое имя святое. За эту весть, которую Ты провозглашаешь для каждого живущего на земле. И мы просим Тебя, Господь, чтобы Ты, в первую очередь, для нас открыл смысл и значение этой вести, и чтобы наши сердца, Господи, могли воспринять ее и воплотить в жизни. А также, Господи, благослови тех, кто будет слушать. Пусть эта весть коснется каждого сердца. Тебе во славу, а нам во спасение. Аминь. Аминь. Книга Откровения имеет особую цель. Это приготовит наше поколение к его славному пришествию. Предупредить о том суде, который надвигается. И в этом смысле она открывает все планы Бога. Как Господь будет действовать в последнее время. Но она также открывает все планы сатаны, как он будет действовать. И в действительности трехангельская весть, она глубоко открывает действия Бога. Мы уже неоднократно обращались к этому стиху, но давайте вместе с вами мы опять вспомним это Откровение, 14 глава и 7 стих. Бойтесь Бога, громко говорил ангел, и воздайте ему славу, потому что наступил час суда его. Поклонитесь создавшему небо и землю, море и источники вода. Итак, этот стих начинается с фразы «бойтесь Бога». Синодальный перевод говорит «убойтесь Бога». Как, вот в каком смысле здесь вот используется это слово «бояться». Ведь мы знаем из Священного Писания, очень часто говорится, что в любви нету страха, нету боязни. Мы его дети, мы его наследники. Но вот именно в Откровении, предупреждая о его скором пришествии с Судей Божьим, используется в трехангельской вести вот это слово «убойтесь Бога». Это слово можно перевести как «страшиться», «проявлять уважение» либо «почитать». Причем форма, в которой стоит это слово в языке оригинала, оно подразумевает, что действие должно быть совершено в срочности. Мы должны в срочности с вами начать проявлять уважение и почитать Бога. Это не идет речь о каком-то животном страхе, что мы должны подобно, помните в бытие Адаму, который заслышал голос Божий, он написано «убоялся и стал убегать». Вот как раз-таки это весть блага, это весть ангела, который говорит, мы должны наконец-то проявлять уважение к Богу и почитать его. Конечно, в контексте вообще того, что мы находим в этой главе книги Откровения, то по сути тут можно говорить и о буквальном страхе, потому что здесь речь идет о наказании, о чаше гнева и о всех последствиях, которые связаны с тем, если ты поклонишься зверю, то бояться последствий того, что ты разорвал отношения с Богом, это вот можно сказать о буквальном страхе, который все же должен наполнять человека. Потому что если там дальше мы читаем, что конец грешников – это гиена огненная, ну извините, тут, наверное, уже страх, страх боли, страх уничтожения, страх огня вот таким образом. Но если в общем смотреть на то, что Библия говорит о наших взаимоотношениях с Богом, то ты уже сегодня вспоминал о любви, в которой нет страха, то тут скорее всего, то есть если мы говорим о любви, то тут скорее всего страх разорвать отношения, страх потерять эти отношения или разрушить эти отношения, потому что они очень дороги. И тогда тут больше подходит вот то, что Саша говорил – трепет, благоговение. Это как вот такие трепетные отношения между парнем и девушкой еще на этапе их дружбы. Когда он думает, как он должен сказать, как он встать, когда он присматривается, что ей нравится, старается угадать ее желания, чтобы быть вот как бы на шаг вперед вот в этих отношениях. И что-то похожее можно сказать о наших взаимоотношениях с Богом – страх за эти отношения или потерять эти отношения. А были ли случаи в вашей жизни, может, вы знаете, какие-то примеры, где вот может быть вас или кого-то вот постигал определенный страх, святой страх Господень? Я родом из православной церкви. И знаете, на самом деле, когда ты заходишь в православный храм, вот вся эта атмосфера без света, только свечи горят, все эти картины, особенно в каждой церкви есть картина суда, где там черти на виллах бросают грешников в ад, то там присущий вот этот страх того, что это такое, и он связан как-то с Богом каким-то образом. Мне нравится то ощущение, которое ты испытываешь, когда находишься в каких-то протестантских храмах Европы, и когда вот там группой ты поешь акапельно, или вот мы были в Иерусалиме с пасторами в подземельях, ну, где якобы по легенде там вот Христа обичевали, и вот эта вот акустика, поешь наши протестантские гимны, она создает такую атмосферу, что ты прям вот ощущаешь, что вот Бог, Он рядом, и твое сердце начинает, ты благоговеешь, вот настолько оно пронизывает тебя, ты чувствуешь Божье присутствие. Такой трепет мне очень как бы касается. Ну, мне кажется, что еще сегодня на самом деле тоже реально почувствовать вот этот страх Божий, когда ты видишь при каких-то обстоятельствах вот непосредственное проявление Божьей силы в каком-то событии, ну, есть очень хорошая книга, называется «Никто иной, как ангел», и там есть очень много иллюстраций или примеров, когда Бог чудным образом являл себя. Я помню один из примеров оттуда, когда человек рассказывает о том, как он едет по шоссе, и он видит, что навстречу ему по его же полосе мчится автомобиль. Он говорит, это все произошло очень быстро, я, он говорит, ничего не успел сделать, я только закрыл глаза и сказал, «Господи, спаси нас!» Я открыл глаза, мы стоим на парковке рядом с шоссе, то есть вообще не на дороге. Вот что ты должен почувствовать в этот момент? Страх и благоверие. Знаете, что действительно я тоже переживал в своей жизни несколько таких моментов. Я помню, как я имел проблему, не то, что я имел проблему, а я никак не мог понять одну истину из священности, именно из-за откровения. И я как-то неправильно ее понимал, и я долго исследовал, это продолжалось на протяжении очень долгого периода времени. И в один момент я понял, то есть я услышал одну проповедь, и в действительности мне открылась эта истина настолько глубоко, что я просто в этот момент мне объял такой определенный страх Божий, вот как будто присутствие Бога было, что я понял эту глубину вот того, что Господь хочет передать. И в действительности вот эти моменты, они существуют и присущи сегодня, когда человек приближается вот именно к Богу, в тех случаях, когда Господь спасает, или в других моментах, да даже и в той же самой молитве. Потому что вообще-то здесь, вот используя слово страх, я бы, может быть, перефразировал более на современный, понятный язык, это глубокое уважение, которое должно присутствовать. Вот не замечали ли вы, что сегодня очень часто христианство, современное христианство, очень часто ведет себя с Богом, как бы, знаете, как у нас говорят, на короткую ногу. Иногда воспринимает Бога, ну, как Санта-Клауса, от которого только подарки нужно ожидать. Не есть ли вот этот момент здесь, в смысле, Господь именно обращается вот это к последнему поколению, к которому говорит, убойтесь Бога. Чувствуете ли вы это? Я согласен, да. То есть, Христос стал настолько другом, что мы забыли, что Он и Бог. И вот всегда надо помнить, да, Христос на 100% человек, но Он на 100% и Бог. И это надо не забывать. С одной стороны, мы можем прийти к Нему со своими проблемами, осознавая, что Он нас понимает, потому что Он сам прожил жизнь человека на этой земле. Но с другой стороны, все ангелы, закрывая лица свои, и вокруг, ну, пребывая в Его присутствии, день и ночь говорят, свят, 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 Господь Савлов. Продолжая исследовать эту тему о страхе Божьем, давайте посмотрим на результаты страха Господнего. Это записано во Второзаконии, 6 глава и 2 стих, а также второй отрывок, это Экклезиаста, 12 глава, 13 по 14 стих. Пожалуйста. И это для того, чтобы во все дни жизни своей все вы, ты, твои дети, твои внуки, глубоко чтили Господа Бога твоего, соблюдая все Его установления и заповеди, которые я завещаю тебе, и могли наслаждаться долготою жизни. Теперь, когда все было услышано, вот заключение. Бойся Бога и соблюдай Его повеление. Ведь это все, что важно для человека. Потому что Бог приведет каждое дело на суд, включая и то, что скрыто, будь оно хорошим или плохим. Какая связь между страхом Господним, убояться Господа и законом Божьим? Ну, из тех текстов, которые мы прочитали, это видно прямая связь, что благоговение перед Богом это не всегда какие-то эмоциональные моменты, которые мы переживаем. Это очень важно, когда мы грешно соприкасаемся с действиями Святого Бога. Но в то же самое время это и образ жизни, или стиль жизни, когда мы соблюдаем те правила, те установления, прямо скажу, те заповеди, которые Господь дал. И этим самым мы Его почитаем, мы высказываем Ему свое уважение и признаем дань Его главенства и первенства над нами. Да, я абсолютно согласен. В том-то и дело, когда мы говорим о взаимоотношениях, даже я уже сегодня вспоминал, на уровне людей, то что означает не обидеть человека? Это означает не нарушить какие-то правила взаимоотношений. Что означает парню уважительно относиться к девушке? Это означает соблюдать какие-то правила, которые они установили друг с другом. Точно так же и в наших взаимоотношениях с Богом уважение и любовь, она проявляется в первую очередь и в уважительном отношении к тем принципам, которые выстроились между вами и Богом. Такое есть странное ощущение очень многих христиан, что спасаясь благодатью, нам закон Божий вообще не нужен. Вот как мы можем соотнести вот в этом плане, потому что мы четко и ясно видим из второзакония и также из склизиаста существует прямая связь между страхом и уважением к Богу в исполнении заповедей Божьих. Мне кажется, что люди, которые это утверждают, даже если это на уровне целой динаминации какой-то христианской, они не правы сами с собой. Потому что на самом деле никто из них не отвергает заповеди. По большому счету, если у любой церкви кто-то начнет воровать или обманывать или совершать прелюбодеяние, что ему скажут? Ну, ты, брат, что-то не то делаешь. И если ты не перестанешь это делать, мы тебя исключим или возьмем на замечание или еще что-то. То есть, тогда извините, если закон не нужен, то на каком основании мы делаем какие-то порицания поступкам людей? То есть, принципы или заповеди все равно присущи. Ну, не будем сегодня говорить об этом. Есть одна заповедь, которая спорная с десяти слов из закона Божьего. Но тут главное, мне кажется, надо просто понимать, что из чего вытекает. Многие люди думают, что из выполнения заповедей вытекают наши отношения с Богом. А я хочу сказать, мы это постоянно тут говорим. Нет, наоборот. Из наших отношений с Богом вытекает исполнение заповедей. То есть, когда мы познали Божью любовь, когда мы приняли эту любовь, то у нас возникла мысль, а как я могу огорчать того, кого люблю? Как я могу причинять ему боль или делать ему обидно? Если Бог говорит, помните слова Христа, если любите меня, соблюдайте заповеди мои. То есть, Он напрямую связывает наше послушание нашим взаимоотношениям, то есть, наше проявление любви. Поэтому, тут главное правильно понимать, мы исполняем заповеди не для того, чтобы доказать свою любовь, а потому что люди. Я хочу со своей стороны что отметить, что Господь, Он тоже написано любовью вечную возлюбил каждого из нас. Но свою любовь Он не просто словами высказал и сказал, да, я люблю вас. Он пришел, Писание говорит, и показал делом, что Он нас любит. Вот этого же ожидает от нас и Господь. Он говорит, я не хочу, чтобы ты просто сказал, я люблю тебя, как информацию, как какие-то слова произнес. Ты можешь даже вообще ничего не говорить, может, ты не речист. Ты просто покажи на деле, что я для тебя уважаемая личность, что ты благоговеешь передо мной и желаешь проявить свою верность мне, следуя тем повелениям, между прочим, которые я даже сам нарушить не решился. Ведь Господь сказал, да, закон требует возмездия за грех смерть. Господь пришел и исполнил. Бери с меня пример. Можем ли мы поставить в один ряд слова спасения, благодать, закон Божий, как частицы одного чего-то целого, плана спасения? Ну, конечно. Конечно. Апостол Павел говорит так, ну, вкратце, с законом мы познаем грех. То есть, по сути, мы узнаем, а каково наше духовное состояние. И это есть цель закона, показать, что грехом является, что грехом не является. Если вдруг закон показал мне, что я грешен, что я делаю? Я иду ко Христу. Потому что Библия говорит, Иоанн говорит, что если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая Иисуса Христа праведного. И приходя ко Христу в раскаянии, мы получаем прощение, а значит очищение и освящение. А за этим следует спасение. Поэтому просто все должно быть на своих местах. Уберите закон и как человек поймет, что такое грех? Отчего тогда каяться? А если нет, отчего каяться, зачем Христос? Вот и все. Да, я полностью согласен с романом. Это как некая троица, которые взаимодополняют друг друга, и убрав одно, мы сразу теряем весь смысл и целостность этой картины. И в Писании это всегда вместе. То есть, мы не видим жизнь христианина или человека, который боится, уважает Бога вне закона Божьего. Потому что это полностью связанные вещи. Нельзя получить спасение, нельзя вообще понять и суть благодати, не исполняя закон Божий. Ведь благодать именно поэтому дана, что существует и закон, другого нет. Поэтому мы видим, если бы мы сегодняшний день подвели итог, мы видим четко и ясно, человек, который имеет страх Божий, он исполняет закон Божий, силой Божией, которую Господь дает через свою благодать для его спасения. Для кого-то центром жизни являются деньги, для других удовольствие, спорт, музыка. Люди могут увлекаться, чем они могут. А вот книга Откровения через трехангольскую весть призывает, чтобы мы поставили Бога в самый центр, чтобы мы его почитали как центр жизни. И вот следующие стихи нам более глубоко открывают вот эту тему. Давайте откроем Матфея 6, глава 33 стих, а также прочитаем Евреям 12, глава 1 и 2 стих. Слова Иисуса Христа Царство Божие и Божья праведность вот к чему вы должны стремиться прежде всего, а остальное будет дано вам в придачу. Итак, нас окружает целое облако свидетелей, поэтому давайте сбросим с себя все, что мешает нам бежать, а также грех, легко запутывающий нас в свои сети и будем терпеливо преодолевать отмеренную нам дистанцию. Будем неотрывно смотреть на Иисуса. От начала до конца наша вера зависит от Него. Он ради предстоящей радости претерпел смерть на кресте, пренебрегший позор и сейчас сидит по правую сторону от Божьего престола. Как мы можем поставить Бога в центр своей жизни, чтобы вокруг этого крутилось все? Ведь мы люди занятые сегодня, у нас есть своя жизнь, у нас есть дом, семья, работа, друзья, хобби и так далее и тому подобное. Как это все скоординировать так, чтобы на действительности было так, как написано в Библии? Ну, нам повезло, потому что мы не первые, те, кто пытаемся это сделать. И вот те тексты, которые из послания к евреям Роман зачитал, а перед этим была 11 глава послания к евреям, там, где Галилея Веры, там уже перечисляются эти люди и написано практически, как они это делали. Они старались каждый день доверять Богу, следовать Его советам, Его повелениям, и этим была наполнена их жизнь. При этом они и строили, и сажали, и вели бизнес, и рожали детей, и воспитывали, и перемещались и страну в страну, но Бог всегда был в центре. А все остальное, оно прилагалось, и мы видим, прилагалось очень часто и немало. Да, я думаю, что стоит вспомнить очень известную заступническую молитву Иисуса Христа, где Он говорит, «Отче, не прошу, чтобы ты забрал их из мира, но чтобы сохранил их в мире». То есть, если бы Христос понимал, что жизни верующего человека, она должна быть вообще лишена каких-либо вот идей, связанных с обыденной жизнью, мирской мы говорим, да, то, наверное, Он бы сказал, «Отче, ты где-то там их изолируй, чтобы они там могли сохранить чистоту веры и только об этом думать». Но то, что мы оставлены в мире, говорит о том, что мы должны все же сталкиваться и решать вопросы, связанные с жизнью в этом мире. Например, ну, просто говоря, Саша уже чуть-чуть упомянул, что жизнь в этом мире, она неразрывно связана с деньгами. Правда? Потому что ты должен где-то жить, ты должен что-то есть, ты должен, там, сегодня мы говорим, передвигаться, иметь какие-то средства связи. и это стало неотъемлемой частью, а это все стоит денег. А чтобы эти деньги заработать, надо ходить на работу. И поэтому понятно, что, ну, то есть мы учимся, мы приобретаем профессии, мы приобретаем знания, и на это уходят годы нашей жизни. Или больше, если честно так сказать, вся наша жизнь на это уходит. Поэтому дело не в том, что нам надо из этого убежать, нам надо внутри этого являть христианство. кто бы, чем бы не занимался, какую бы профессию он не, какой профессии он бы не владел. Вот, занимаясь тем своим делом, являть христианство. Делом, словом, каким-либо другим образом. Великая борьба между добром и злом, это, во-первых, сражение за наши умы, за наши разумы, мысли наши. И вот, согласны ли вы со мной в том, что сегодня в современном мире это очень опасно, потому что влияние социальных сетей на умы людей, оно просто безгранично. И как вы видите выход из этой ситуации? Потому что, к сожалению, сегодня очень люди увлекаются ложными учениями, ложными взглядами через социальные сети. Это очень легко сегодня доступно. И мы видим, как люди очень разрозненно делятся лагерь на одних и других. Я, знаете, что вспоминаю? Трехангельскую весть, о которой мы сегодня говорим. Ведь ангелы эти летят среди неба. И возвещая настолько громким голосом, что услышит каждый народ, каждое колено, каждый язык. Что я этим хочу сказать? Да, сегодня YouTube, TikTok, Instagram и все другие соцсети, они кричат очень громко для того, чтобы увлечь людей за собой. Но, слава Богу, громко возвещается и весть ангелов. И используя те же платформы. Я знаю, что сатана сделает все для того, чтобы увлечь людей и даже избранных, как написано в Библии. Но Бог-то тоже легко не сдается. И Он тоже будет бороться за каждого человека. И сегодня наша цель, потому что мы понимаем, что Бог борется каким образом? Ну, используя нас, как орудие. И та же передача, которую мы с вами сегодня ведем и записываем, она тоже один маленький винтик вот в этой системе Божьей борьбы для того, чтобы достучаться до чего-то сердца. И каким образом попадет это видео, к кому мы даже представления не имеем. Мы даже представления не имеем, кто те 5, 7, 10 тысяч людей, которые смотрят эту передачу каждую неделю. Но это средства, через которые Бог тоже старается спасти, защитить, оградить или направить своих детей. Я согласен, Василий, с тобой, что в этом мире раздается очень множество голосов. И нам нужно уметь мудрость и силу Святого Духа, чтобы различать эти голоса. Я помню одну историю о ювелире, и там рассказывалось, что когда их обучают, они изучают оригинальные драгоценные камни, а не подделку. И зная оригинал, они могут всегда отличить, чем как выглядит подделка. Вот Евангелие Теана в 10 главе Христос говорит, я есм пастырь, а вы овцы, и овцы знают мой голос и следуют за мной. Вот практический совет, который я для себя практикую, я стараюсь с помощью Божьей каждый день знать голос Божий, изучать, как он звучит, как он меня зовет, чтобы затем, когда раздаются множество голосов, среди них слышать голос своего практические советы мы можем дать даже по отношению к социальным сетям, потому что говоря о том, чтобы Господь был центром моей жизни, сюда и включается и эта же сфера, и она сегодня очень влиятельная, потому что очень часто получается так, что человек христианин, в церкви он красиво выглядит, все, но в комментариях он совсем другой человек. Как вот можно, ну, какие бы вы советы дали действительно людям, чтобы они и шли правильным путем в этом плане? А мне очень хочется сказать, отключите все соцсети, удавите все аккаунты. часть нашей жизни, к сожалению. но это невозможно, надо смотреть правде в глаза, да, мы уже это не сможем отрезать полностью от нас. Ну, мне кажется, что тут остается тот же принцип, о котором Саша только что сказал. Вот, я прочитаю этот текст, это филиппийцам, 2 глава, 5 стих, тут сказано так. Ваш образ мыслей должен быть таким же, как и образ мыслей Иисуса Христа. И это то, что Саша только что сказал, а каким был образ мыслей Иисуса Христа? То есть, как он смотрел на жизнь, как он решил проблемы, как он относился к тем или иным вещам, читая, вникая в жизнь Иисуса Христа, это будет нам показывать то, к чему мы должны стремиться. Поэтому, единственное пожелание, чтобы люди находили возможности, искали время углубляться, читать, слушать, размышлять, и это единственное, что может их сохранить. Да, Бог сотворил нас свободными, и когда мы открываем компьютер, Бог не ставит для нас бан, это запрещено, это не смотри, это не то. Этот выбор делаем мы сами, под водительством Духа Святого. Поэтому нам нужно прежде всего с молитвой честности бы и ответить. Посмотреть, сколько я время трачу на размышления духовные, сколько я времени провожу в социальных сетях, даже если может быть предлог проповедь Евангелия, которую мы себе думаем, а потом пошло и поехало. И прямо себя ограничивать. Есть фильтры, практиковать время, когда мы вообще какие-то дни не пользуемся соцсетями, чтобы не позволить этим вещам завладеть нашим сердцем. Это важно, это наш выбор, и если мы хотим сделать выбор в пользу Бога, и будем об этом просить, мы сможем это сделать. Бог людей доставал еще из больших зависимостей, и они побеждали. Ты прочитал филиппинцам 2 глава 5 стих, он очень мне нравится, и там говорится, что должны, должно быть те же чувства не у нас. Вот это слово должно быть, это что, мы себя должны заставлять, что-то делать? Должны заставлять. Апостол Паеву говорит, что мы как спортсмены, которые бегут на аресталище или на этом соревновании. Он говорит, что если они в чем-то себя ограничивают, делают физические упражнения, что-то едят, что-то не едят, чтобы победить тленный венец, то он говорит, что тем более мы, те, которые стремятся к нетленному венцу. Да, грех это привычка часто, которая возникла в нас в связи с какими-то там обстоятельствами. И чтобы поменять эту привычку, порою нужно 45 раз повторить, говорят, что-то хорошее, чтобы появилась у тебя другая привычка, которая заменит вот эту старую привычку. И это какие-то усилия, старания, которые мы должны прилагать. Я понимаю, мы сегодня живем в обществе, когда люди говорят, что, ну, я должен почувствовать, что это для меня. Бог должен мне как-то открыть. И когда люди говорят слово «Бог мне должен открыть», опять-таки, это все сосредоточено на чувствах. То есть, это должно появиться изнутри. Я не должен прилагать усилий. Ведь любовь, она вот из ниоткуда берется, она вот с небес чувства не сходит. Но, друзья, давайте будем честны, опять-таки, сами с собой. Те, кто так воспринимает любовь, они никогда не построят никаких счастливых отношений. Потому что порой любовь – это когда ты встаешь и делаешь то, что тебя просит жена, даже если тебе хочется полежать. И вот ты сделал, она улыбнулась и сказала тебе «Спасибо, милый, что ты мне помог». Вот оно, счастье, с таких моментов и строится. Точно так же и наше взаимоотношение с Богом. Иногда, я бы сказал, чаще всего нам надо все же приложить усилия, чтобы, как сказал Саша, отключить эту ленту новостей и переключиться на апп Библия, включить хотя бы аудио или еще что-то и послушать одну-две главы или несколько стихов и поразмышлять над этим. Да, потому что, друзья мои, ну, давайте признаемся себе, чем мы питаемся, то мы есть. Если мы не позволяем Духу Божьему каждый день обновлять нас, влиять на наше сердце, не находим для этого времени, живем там новостями, какими-то интересными событиями там в интернете, там выставляем себя, смотрим других постоянно, то это нас и наполняет, это потом видно из нашего образа жизни, из наших разговоров, из поведения нашего. Мы начинаем поступать подобно стереотипам наших этих героев, которых мы смотрим. А Бог же хочет другого, ведь все-таки книга Откровения, она говорит о Боге, который победил. И он говорит, и вы со мной можете победить. И великая борьба, она подходит к концу. Не тратьте время на это впустую. У одного хозяина было две собаки. Он одну кормил, поил, а вторую морил голодом. И потом он устроил между ними бой. Как вы думаете, кто победил? Это такая банальная история, но она действительно отражает реальность. Кого мы будем кормить, тот и победит. Очень часто христиане удивляются. Как я мог сказать такое что-то там, оскорбить кого-то, обидеть, или написать какой-то комментарий? Да я совсем другой. Но, к сожалению, это показывает в действительности, кого ты кормишь. Поэтому нам нужно беречь наш разум, наш ум, какая информация туда заливается постоянно. И поэтому потом не удивляйтесь, если вы постоянно смотрите негатив, 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 то как с этого может что-то быть позитивное? Поэтому будьте аккуратны в выборе, особенно сегодня того, что вы слушаете, кого вы смотрите. Это очень-очень важно в это последнее время, потому что я уже неоднократно говорил, Христос недаром в 24 главе Матфея предупреждал о лже-пророках, потому что это самое главное, чтобы нас мы не попали под обман в это последнее время. Итак, воздавая славу Богу, что это выражение в действительности означает? Вот посмотрите, если мы посмотрим на Ветхий Завет, то мы видим, что в принципе эта фраза всегда соотносится к судам Божьим, да, и она показывает и появляется в контексте суда, что Господь судит, и поэтому вот это воздать славу Богу, это как бы вместе сходится с этим. И вот апостол Павел очень интересно переводит наш ракурс А как мы это можем сделать? Давайте вместе с вами мы прочитаем 1 Коринфянам 6 глава с 19 по 20 стих. У него целый ряд стихов есть дан в нашем уроке, но мы только этот зачитаем. Да, апостол Павел здесь очень интересно обращает наше внимание и начинает это так. Или вы не знаете, что тело ваше есть храм живущего Святого Духа, которого вы получили от Бога, и вы потому не принадлежите себе, вы куплены да какую ценою? Пусть же тело ваше приносит честь Богу. Наше тело есть место пребывания обитания Духа Божьего, то есть святилища. Из чего состоит наше тело? Из разных органов. Я имею ввиду, у нас есть дыхание жизни, у нас есть разум, у нас есть тело, князь, и это есть совокупность нашего существа, кто мы есть в действительности. И говоря об этом, Павел говорит, что мы должны посвятить Богу что-то одно только. Вы помните, первые ранние христиане в свое время очень вдали скетизм, тело это вообще нам ничего не нужно, только разум и тому подобное. Но Библия смотрит на это как на одно совокупное. Апостол Павел часто использует вот такую троичность личности человека, ваша дух, душа и тело, чтобы они были полностью посвящены Богу. Ну, мы понимаем, что это не буквально три части, из которых состоит человек, это просто передает целостность, да, его чувства, его разум и его физические действия. Это все должно быть направлено на служение Богу или быть посвящено Ему. И на самом деле оно так и есть. Вот смотрите, чувства это неотъемлемая часть человеческого естества. И мы понимаем, что это ненормально, когда человек исполняет волю Божью, но все его желание кричит о том, что оно не согласно с этим. И он, если бы Бог отвернулся на минутку, то я бы сделал то, чего мне по-настоящему хочется. Если у меня такие чувства есть, надо молиться. Надо говорить, Господи, я понимаю, что я должен был бы так жить, но я не знаю, что происходит с моими чувствами. Хотя я понимаю и другую сторону. Мы сегодня уже об этом вспоминали. В другом месте сказано, что глаза это окна души. и что через эти глаза входит, тем наполнен и человек. И если человек смотрит какие-то там чувствительные фильмы постоянно, картины какие-то сентиментальные, то, что связано, знаете, как мы говорим, мелодрамы или вот какого-то такого характера, или, извините, если он смотрит там контент сексуального контекста, о чем будут его мысли? Они будут идти в согласии с Словом Божьим или наоборот будут уводить его от этого? Поэтому нельзя сказать, что мы вообще не можем это контролировать. Скорее всего, таки от нашего выбора зависит, что будет происходить с нашим сознанием, с нашими чувствами и нашими поступками. Когда Христос исцелял людей или творил какие-то чудеса, некоторые религиозные умники его говорили, ты делаешь это силой везю львуа. А он, помните, привел, да не может такого быть, если царство разделится само в себе, оно не устоит. Вот Павел передает эти мысли только вот таким вот образом текстом. Говорит, друзья мои, ваше тело, то есть вы полностью целиком должны быть храмом Святого Духа. Там не может жить Святой Дух и по соседству дьявол вместе с ним живет либо один, либо другой. Мы видим, если Господь является центром нашей жизни, тогда нашим единственным желанием это воздать Богу славу. И как это мы можем сделать? Это через нашу одежду, наше поведение, наше питание, наше общение с друзьями, с близкими, да, наше хобби. То есть мы видим вот эту полную целостность, понимаете, души и духа, которая ставит Господа в центр. Потому что не может человек, который говорит, что он является Дитем Божиим, одеваться вульгарно, неприятно, сексуально, развращенно, на еще как-то, какие тогда развлечения человек выбирает. То есть соответственно всему этому мы только вот таким образом можем прославить и воздать ему славу. Мы пробуем это разграничить. Мы пробуем сказать, что ну внешний вид он значения не имеет, главное, что наполняет внутренность человека, ну то есть его мысли, идеи. Многие говорят, я вообще одеваюсь не для кого-то, я для себя, одеваюсь, это вот мое самовыражение таким образом. Но честно, если бы каждый копнул где-то там у себя в мозгах поглубже, то очень легко понять, какую цель мы преследуем. И даже если я одеваюсь для себя, то я все равно этим внешним видом хочу достичь какой-то цели. И вот надо просто задать себе вопрос, а какую цель я преследую? И это что парней, что девчонок касается в одинаковой мере. Ну и тогда все станет сразу понятно. Да, это говорит о внутренности человека, то, что наполняет его душу, оно выплескается наружу. Это одежда, питание, разговор с ближними, с друзьями, выбор друзей, развлечения и так далее и тому подобное. Здесь целый ряд. Поэтому чем наполнена наша внутренность, то оно и проявляется. Поэтому да не обманывает себя человек, говоря о том, что я одеваюсь так, потому что это мой выбор или еще что-то. Конечно, существуют определенные рамки, которые понятны для многих людей и мы должны следовать, если мы действительно являемся детьми Божьим. Давайте мы вместе с вами дальше прочитаем Римлянам 12-й глаз 1-й и 2-й стихи и посмотрим, что апостол Павел говорит относительно всей полноты посвящения Богу. Здесь очень важный момент. Поэтому я умоляю вас, братья, ради милости Божьей принесите ваши тела в живую жертву, святую и угодную Богу. Это и есть подобающее для вас служение Ему. Не приспосабливайтесь к образу жизни этого мира, но преображайтесь, обновляя ваш разум, чтобы вы сами могли постигать волю Божью, благую, угодную и совершенную. Итак, мы должны отдать тела свои в жертву. Что это такое? Как раз таки продолжение этой мысли. Понимаете, Бог не искупил какую-то часть из нас. Он сказал, ну хорошо, ваша душа, она хоть и грязненькая, но я ее помою и она будет чистенькая. Он сам был здесь во плоти, он не пришел в духе сюда, он пришел во плоти, оделся в нашу греховную плоть. И нас говорит, вот вас целиком, полностью я искупаю, и мне хочется, чтобы вы сами все были посвящены мне. Конечно, когда мы только встречаемся со Христом, мы совершенно не такие, каким хотел бы нас видеть Бог. Но, друзья, не может быть такое, что мы 10 лет назад уверовали во Христа, остались тем же. И в привычках, и в одежде, и в образе жизни, и в стиле поведения, и в наших хоббий, и во всем остальном. Если это так, значит, ничего не произошло, значит, не было встречи со Христом. Если она произошла, мы видим, как Бог нас сам меняет. И ты оборачиваешься на себя десятилетней давности и думаешь, слушай, как я был, и честно думаешь, как стыдно мне было, как я мог так говорить, я так мог одеваться, как я мог так мыслить, как я мог сказать об этом человеке такие вещи. Дух Божий он меняет. Знаете, как ты консультировал одну пару молодую, слышал очень интересную мысль, над которой сам не задумывался раньше. Хотя идея мне известна, я ее часто использую, но как она здесь была преподана, девушка говорит, знаете, мне папа сказал, вот когда ты приходишь к алтарю, знаете, во время венчания, то, чтобы ты знала, ты должна, ты приходишь, чтобы отдать себя в жертву. Я подумал, слушайте, но на самом деле алтарь это же жертвенник. Мы вот часто лелеем какие-то там мысли такие возвышенные, вот что-то там происходит, таинство какое-то, а на самом деле так оно и есть. Это место, где парень приносит жертву себя ради девушки, а девушка приносит жертву себя ради парня. И если этого не происходит, то они не смогут построить счастливой жизни. Теперь он должен думать, а что ей нравится, а как бы она хотела, а что ей приятно. И точно такие же вопросы она должна задавать себе. Как я могу сделать счастливым вот этого парня? И иногда ради того, чтобы он был счастлив, я должен что-то поменять себе. Я должен пожертвовать какими-то, мы уже говорили об этом, какими-то привычками, какими-то, я не знаю, своими ценностями. Если конечно только эти ценности не мои взаимоотношения с Богом, не библейские ценности. И точно так же и в наших взаимоотношениях с Богом. Что означает отдайте тела вашу жертву святую благоугодную. Когда я прихожу или заключаю завет с Богом, это как бракосочетание. Я прихожу к алтарю. И Христос положил свою жизнь на этот алтарь ради моего спасения, ради наших отношений. И я тоже должен положить свою жизнь ради построения наших отношений. И это точно будет связано с тем, что надо будет какие-то привычки менять, как Саша сказал. Какие-то взгляды, какие-то мысли, какие-то ценности надо будет менять. И ведь я хочу построить отношения с Богом. Мы видим, что полное посвящение Богу это когда наш разум, наше тело, наши эмоции они полностью в согласии с законом и словом Божиим. Вот этого желает Господь именно сегодня, когда мы полностью посвящаемся Богу на сто процентов. Итак, сегодня мы много говорили о заповедях Божьих. Можем ли мы в действительности соблюсти заповеди Божьи? Потому что существует такая идея, что это невозможно, мы не можем их исполнить. Тут конечно интересный вопрос возникает, что люди подразумевают под этим выражением исполнить заповеди? Потому что в принципе это неправильное построение. нельзя исполнить, можно жить исполняя, то есть это непрерывное действие. И я скажу так, ну давайте зададим сегодня себе простой вопрос. Кто-то у кого-то что-то украл за сегодняшний день? Может вы кого-то обманули? Может изменили жене или мужу? Ну давайте пройдемся по десяти заповедям. Если сегодня этого не было, то извините, мы исполнили заповеди или нет? Мы исполнили. это не означает, что мы не оступаемся или не ошибаемся. Но одно дело, когда человек, знаете, мы делаем это разделение согрешить и грешить. И Иоанн говорит, если кто-то согрешит, то мы имеем Иисуса Христа праведного, который является нашим ходатаем. Согрешить это, как я уже сказал, оступиться, промахнуться, если еще говорят, не попадание в цель. И совсем другое дело, когда человек принимает для себя решение жить во грехе. Это совсем другое. Поэтому я бы сказал, что мы стремимся к тому, чтобы жить в согласии с волей Божьей. Хотя мы не лишены того, чтобы согрешать, к сожалению, потому что живем на грешной земле, в греховной плоти. Но каждый раз, когда мы оступаемся, мы не говорим, а вы что лучше, посмотрите на себя. Вы что, исполняете все заповеди, что вы ко мне прицепились? Нет. Мы склоняем голову и говорим, да, мне очень жаль, мне обидно. Извини, брат, что я там что-то не так сделал, или как-то не так себя повел. Прошу у тебя прощения, потом становлюсь на колени и говорю, Господи, прости меня, потому что опозорил имя твое святое. Я же говорю, что я христианин, а вот поступил так и так. Прошу, Господи, не только прости меня, но дай мне победу, чтобы я в будущем не повторял подобных ошибок. И Христос снимает с нас нашу вину и представляет нас, как будто мы никогда этого не делали. То есть, не нарушающих закон Божий, это не означает, что они стали святыми и в принципе не делают никаких неправильных вещей. Нет. Это те, кто стремятся, те, кто идут. Потому что и апостол Павел сказал, я не считаю себя, что я уже достиг, но оставляя задние, стремлюсь вперед. Вот как он представляет жизнь христианина. Тот, который постоянно стремится, а не который уже достиг, сел и сидит, когда только Бог придет и заберет его. Мне нравится история из Ветхого Завета, где Бог дает повеление, дает им заповеди, а народ Божий говорит, все, Господи, мы исполним. И проходит время, тут же появляется золотой телец, и они исполняют это так, как они понимают. А с другой заповеди Божьи в книге Ветхого Завета, книге Исход, они преподнесены таким образом или в такой форме, где говорится, ты не будешь, ты не будешь иметь других богов, ты не будешь нарушать субботу, ты не будешь воровать и так далее. То есть, это ту силу, то желание, которое будет давать тебе Господь и поможет этому следовать. Я с Лобой Роман полностью согласен, что праведник, да, он идет, он находится внутри заповеди, он поднялся, как Давид, Давид упал, он раскаялся и пошел с Богом дальше, у него такое, что он постоянно лежит во грехе, в этом, как в грязюке это и валяется, и при этом говорит, ну я же не могу соблюсти заповедь. Нет, если мы поверили во Христа, если мы приняли его жертву, Господь говорит, вперед, ты со мной, и он говорит, возьми заповеди, бремя мое, ибо заповеди мои, они легки, ты можешь их исполнить вместе с тобой, только следуй. Некоторые переводы вот этого стиха, который мы прочитали, говорят не веру в Иисуса, а вера Иисуса. Какая вот разница существует здесь, что вы видите между этими двумя фразами? Христос как-то сказал, не каждый, кто говорит не Господи, Господи, унаследует Царствие Небесное. И в другом месте, в другой притче Христос говорит, что будут те, которые будут говорить, Господи, во имя Твое мы исцеляли людей, мы чудеса совершали, а Он скажет, уйдите от Меня, творящие беззаконие. То есть верить в то, что Иисус был, как историческая личность, и даже признавать то, что Он Сын Божий, это еще ничего не значит. Согласны ли мы жить в согласии с принципами Божьими, исполнять заповеди Божьи? Потому что Христос говорит, я не пришел нарушить закон, но исполнить. Поэтому вера Иисуса, это жить так, как жил Христос. Я всегда говорю, друзья, ну на самом деле у нас часто там, ну не часто, но время от времени бывают какие-то там дебаты с христианами других динаминаций, а как мы должны, а как мы должны, а кто прав, а кто не прав. И порой хочется сказать очень просто, друзья, ну наверное это все лишнее. Давайте очень просто. Мы христиане, вы христиане. Почему мы так называемся? Ну потому что мы последователи Иисуса Христа. Так давайте сделаем очень просто. будем идти после дам Иисуса Христа. И я тут обобщу все. Есть то, что Он ел, пить то, что Он пил, ходить на богослужение тогда, когда Он ходил на богослужение и во всех других вопросах. И тогда все дилеммы, диспуты, дискуссии, они просто уйдут. Вера Иисуса, это действительно, знаете, как мы очень часто детям нашим объясняем. Мы спрашиваем детей, а как ты думаешь, а Иисус сделал бы это? Знаете, этот вопрос вообще очень часто должны и взрослые себе задавать. Потому что, если мы последователи Иисуса, у нас должны быть те же мысли, те же чувствования. Мы должны жить и стараться жить, как сам Иисус Христос. И в действительности мы должны себе задать вопрос, если есть та или другая ситуация, а как бы Христос в этой ситуации поступил? Вот различные варианты перевода этого текста говорят о том, что текст неоднозначен в языке оригинала и сложно подобрать слова. Но я хотел бы посмотреть на это с такой стороны, о чем мы говорили чуть раньше с вами, друзья. Смотрите, здесь стойкость этого народа. И стойкость этого народа выражается в том, что они стремятся Божьи заповеди соблюдать, и они соблюдают Божьи заповеди, и Иисус остается верен. Или имеют веру Иисуса. Понимаете? Они с одной стороны стремятся соблюдать заповеди, это мы говорим, это есть закон, но с другой стороны они уповают на верности Иисуса, который остался верен во всем. Он пришел, исполнил требования закона, он на земле написано, что он прошел этот путь весь, он ни в чем не согрешил, он остался верен, и благодаря его верности мы будем спасены. Давайте вместе с вами прочитаем Евреям 4, глава 14 по 16 стих, где мы посмотрим в действительности то, что ты сказал, Саша, более так, Павел более широко открывает этот аспект. У нас есть великий первосвященник, через все небеса прошедшие, и Иисус, Сын Божий, будем же твердо держаться исповедания нашего. Первосвященник, коего имеем мы, не из тех, кто не знает сострадания к нам в слабостях наших, нет, он ведь и сам был искушен во всем, подобно нам. Правда, не согрешил он при этом. Поэтому без страха приступаем к самому престолу благодати, чтобы принять милость Божью и обрести благодать Его в помощь всякий раз, когда мы нуждаемся в ней. здесь мы видим очень глубокий смысл, который говорит о том, что Христос победил. И он, мало того, что он победил, он может сочувствовать нам, потому что он был на нашей земле. Никто не сможет сказать, ну, у меня такие переживания, которые, ну, Христос не поймет, потому что он там на небесах, он совсем в другой сфере. Нет, он здесь был, он это все прожил, и он победил, дорогие друзья. И это очень важно сегодня глубоко понять, что Его победа, она может стать и нашей победой, если только мы, что мы примем эту победу, дорогие друзья. И это незаконничество. Мы уже сегодня много говорили о том, что наш страх Божий, наша слава Богу, она выражается в исполнении закона Божия, она выражается в наших действиях, словах, которые соответствуют Слову Божию. И это незаконничество, это победа, которую Христос дает нам. Потому что мы четко и ясно знаем, что очень часто мы не можем сделать то или другое действие без воздействия Духа Святого на нашу жизнь. Мне нравится вот это вот слово здесь. Смотрите, друзья. Поэтому без страха. Вот мы начинали с этого слова. Страх в книге Откровения. Да, но мы сказали, что поэтому с благоговением. И переноси это слово сюда. Поэтому с благоговением, с доверием, с уважением, с уверенностью идем к этому престолу благодати и знаем, что мы сможем приобрести милость его и помощь. И написано, всякий раз, когда мы в ней нуждаемся. Он не считает. Вот всякий раз, когда мы следуем по пути заповедей Божьей и приступаемся на этом пути, падаем, оступаемся, Он говорит, идите сразу же ко мне. Идите, моя благодать покроет ваши грехи, потому что я остался верен. И вы получите прощение. Это же такая классная вещь. Спасибо, дорогие друзья. Мы хотим обратиться к вам. На протяжении этого урока мы именно исследовали, как мы можем выразить свою благодарность. Потому что Господь победил. Может быть, у вас в жизни есть переживания, страхи какие-то, какие-то недопонимания. Вы помните, что мы имеем такого первосвященника, который может нам почувствовать, может нам сочувствовать, потому что он прожил на этой земле такую же самую жизнь, дорогие друзья. Но он не согрешил. И свою победу он готов отдать вам, если вы готовы принять. Поэтому, если вы еще не избрали Иисуса в своей жизни, у вас есть этот момент. Отдайте свою жизнь, отдайте свои мысли, свои тела, свои эмоции в руки Господа нашего Иисуса Христа. И он сделает из вас нового человека, который будет достойно жить когда-то в вечности. Давайте вместе с вами помолимся. Дорогой Господь, мы благодарим за этот урок, за эти размышления, которые, Господи, мы имели от трехангельской вести. И действительно, прикасаясь к твоему священному Писанию, мы все глубже и глубже понимаем твою любовь и твою заботу о каждом из нас. Поэтому помоги, Господи, там, где мы спотыкаемся, где мы падаем, ты подними каждого из нас. Помоги, Господи, чтобы мы были верны тебе во всем, чтобы наши мысли, наш разум, наши эмоции, наше тело, оно всегда воздавало тебе славу. Слава тебе, Господь, за все. И все это мы просим во имя Иисуса Христа. Аминь. 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 Субтитры подогнал «Симон»